Здорово всем! Сегодня мы с вами вспоминаем такой прекрасный риф, как «Горький парк» песни «Stair». Основной риф в этой песне, я считаю, довольно клёвый. В принципе, можно его разобрать и положить в свою коллекцию. Итак, для начала нам потребуется такой нормальный звук дистошена, чтобы у нас отчетливо были слышны все ноты, чтобы мы с вами могли играть по всем струнам, у нас не было никакой грязи, то есть было довольно всё чисто и точно, чтобы мы с вами смогли применить такой вот фанковый приём. Тут нам скорее подойдёт овердрайв, нежели такой чистый дистошен. Итак, начнём. Начинается у нас вот с этих двух нот. То есть у нас здесь всего соль и ля диез, то есть это у нас третий лад и шестой. И дальше мы с вами делаем вот так вот три раза. И доиграем вот такую мелодию. Заметьте, мы с вами играем вот эти ноты отрывисто. То есть в правой руке мы с вами прижимаем вот эти ноты, когда мы с вами их уже сыграли. То есть не вот так вот, а именно отрывисто. И после них мы с вами играем ещё два раза. По закрытым нотам. И так всё вместе. Вот так у нас получается половина рифака. Мы с вами можем сыграть в другой аппликатуре, это вот здесь. Но я посмотрел концерт, именно как сам играет Белов, гитарист. Он играет по всему грифу, доходя вот до восьмого лада. Поэтому, собственно, риф такой довольно раскатистый. Итак, ещё раз, первая половина. Так вот она играется. И вторая половина за ней, смотрите. Вначале мы с вами играем вот так. Вот такие ноты у нас здесь. И за ним у нас идёт такой разворот в русском духе, так сказать. Это мелодия. Она у нас с вами играется немножечко на приглушённых струнах в правой руке. То есть мы здесь немножко глушим струны. И так всё вместе. И ещё раз. И вот здесь я играю тоже одну ноту на мютинге. То есть, смотрите. Вот эту вот ноту. В оригинале, не знаю точно, есть она или нет. Но, в принципе, можно играть эту ноту. Она здесь по динамике подходит. Можно играть и без неё. То есть, смотрите. Вот вариант с ней. И вариант без неё. То есть, можно играть и с ней, и без неё. И так всё вместе. Вторая половина. Ещё раз. И сыграем всё это с рифаком. И смотрите, какая у нас концовка. У нас здесь с вами три пауэр-аккорда. Ре с квартой наверху. Потом фа у нас идёт полный. И заканчиваем мы с вами на до. То есть, соответственно. И всё вместе сыграем. Это у нас начало интро. Потом с вами этот риф у нас повторяется от ноты ре. То есть, у нас здесь с вами меняется тональность. И у нас он модулирует наверх. И играется вот здесь. Абсолютно то же самое. Только мы с вами играем от пятого лада пятой струны. То есть, вот отсюда. Начинается он у нас здесь в соль. И иногда дублируется вот здесь вот в ре. И так, собственно, на этом разбор окончен. Это у нас весь риф есть. Я считаю прикольный риф. Почему его и не играть иногда. И можно, в принципе, положить его в свою копилку. Пускай будет у вас в руках, в голове. При возможности можно его когда-то наиграть. Риф довольно такой весёлый. Фанковский. Хардроковский. Довольно универсальный. Ну и прикольный на слух. И так, на этом разбор закончен. До следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok